В одном из зданий на Зубовском бульваре появился плакат. На плакате лица оппозиционеров и надпись «Немцы им помогут». Отсылка к публикации, которая появилась на днях, якобы о том, что оппозиция намеревается встретиться с Ангелой Меркель. Но, впрочем, тут же все и опровергли. Тут надо заметить, что публикация была в газете «Известия», что сразу дает нам масштаб. Просто лгут, как всегда, по обыкновению. Солгали, сами солгали, сами высосали из пальца новость несуществующая, сами про нее шутят, сами смеются. Какая задача? У них задача – они борются за финансирование, продемонстрировать свою нужность батюшке Владимиру Владимировичу и безразмерной казны, в которой нет денег на детскую онкологию, но на это, на байкер Залдостанова, на это, на это найдется. Они демонстрируют, они подпрыгивают, размахивают ручками и говорят, «Владимир Владимирович, видите, мы за вас, смотрите, мы порочим их, мы на них гадим, мы полезные». Таких только людей нет у нашего государя, как сказано у Лескова. Вот и такие есть. Выгодно. Солгали на весь мир, или на всю страну. Нехитрое население это скушало, как оно кушает, кушало распятого мальчика и хрен знает еще что, и так далее. Как оно кушает все. Вы читали переписку, да, от этого, значит, молодогвардейца, этого бывшего, да? Срать в Твиттере, конец цитаты. Вот и вся внутренняя политика, что они еще могут. Это могут хорошо. В Твиттере, не в Твиттере, значит, по радио, по телевидению, на дом плакатика вынесите. Судя по жесткости реакции на вчерашних... Несколько десятков задержанных. Несколько десятков, да, на сотню человек, на несколько сотен пришло, и несколько десятков задержанных, судя по жесткости, и показательная порка. Ведь три года назад в сущности поменялся государственный строй. Три года назад власть в стране взяла хунта. Если раньше еще можно было что-то там предполагать такое. Это просто хунта. В переводе с испанского власть. Мы это делаем, потому что мы можем это делать. У нас есть силы, а у вас нет. Точка. Мы это делаем. Никого закона нет. Отметили ли людей, вышедших выразить протест против фальсификации выборов. Из них сделали преступников. Их посадили, теперь метели тех, кто выходит в память о том, что есть политзаключенные, не давая об этом забыть. Их уже не тысячи, их уже десятки, максимум сотни. Но и их показательным образом винтят и сажают. Чтобы выжить эту землю, чтобы закатать под асфальт все, чтобы остались только, чтобы все, кто может, уехали или деградировали, или смирились. И в области общественной жизни остались бы только эти платные негодяи. Благо много денег не берут. Это урок был такой? Конечно, урок. А зачем же еще? Зачем еще пожилого профессора запирать на ночь? Что он сбежит, не придет на суд? Он шел, Стрелков Гиркин. Он что, кого-нибудь убивал? Нагадить все, я сейчас говорю в частности про Сергея Шарова-де-Ланэ, на самых образованных, интеллигентных, копейки не взявших, нагадить на них. А вось все станут, как эти вот уродцы из молодой гвардии. А такие, как Шаров-де-Ланэ, хотя их всего 15 человек на страну, а вось умрут или уедут. И все будет хорошо, но пока все не лопнет. Все хорошо, конечно, будет в каком-то смысле. Это стопроцентный рейтинг, можно добиться северокорейского рейтинга, только потом все равно лопнет. Спустя 15 лет вместо России страна-изгой, обрушенная экономика, вот эти африканские лидеры на трибуне, мавзолея. Ну, в общем, довольно понятная точка Б, в которую мы приплыли. Мы, мы, потому что это мы до всего это допустили. Российский народ. С 10-го года то, что все пошло прямиком к хунте, потому что все, уже наружу не выйти. Наружу не выйти. И всех надо сажать. Всех по периметру, по алфавиту. И поэтому ясно, что они живыми от власти не уйдут. Они будут что-то придумывать, как какие-то кувырки там делать внутри, но они, как корпорация, от власти уйти не могут добровольно. А уж после, так сказать, после Крыма стало ясно совершенно, что все, наружу ход закрыт. И мы видим изменившуюся и риторику, и уже ему совершенно не интересно ничего снаружи, особенно, а интересно внутри. Он выигрывает время, так сказать, заигрывая с электоратом, играя на самых поганых, так сказать, националистических, имперских струнах данных и так далее. И это уже, и точка С будет совсем печальная, конечно. А где на этом пути, в какой момент появился вот этот мотив духовных скреп? Историческая память, духовный скреп. А когда экономика начинает давать дуба, то немедленно, когда проворовались, как только все проиграно, все, духовность, патриотизм, нравственность, внешний враг, все, как доктор прописал, внешний враг, Америка, я уже цитировал. Дальше переходим на немецкий, да? Да, растленная Европа, значит, Америка, гегемония Америки, еврейский капитал, все, как у старика Шекли Грубера. А это такой переход сверху вниз или все-таки есть какой-то ответ на запрос? Ну вот сегодня, например, в Липецке открыли, поставили, вернее, бюст Сталина. Это не запрос, это они бегут впереди паровоза, это тренд, это тот человек, который поставил бюст Сталина, точно знает, что плохо ему не будет, а, скорее всего, погладь поголов. Да ведь что интересно? Подождите, да, это тема запроса, мы часто об этом говорим. Запрос поступает с разных сторон. Когда Путин вводил гимн Советского Союза, был запрос со стороны Майи Пресецкой, Родиона Щедрина, Владимира Войновича и многих других не делать этого. И был запрос со стороны огромного количества, миллионов людей, не делать этого. Он это сделал, ответив на другой запрос. Значит, не будем валять дурака, запросы есть совершенно противоположные. Есть запрос от профессора Преображенского, есть запрос от Шарикова. Значит, твое политическое лицо заключается в том, чей запрос ты, кого ты считаешь народом, а кого ты считаешь маргиналом. Страна, которая начинает жить по правилам Шарикова, и где там Шариков становится элитой, она заканчивает тем, чем она закончила. Хотя Булгаков этого не знал, но предвидел абсолютно точно. Заканчивается расстрелом сначала Преображенского, потом Барменталя, в 1929-1932 году, видимо. В 1937 году шлепнули Швондера, ну и так далее, пока еда не кончилась. Душили, 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 ну и так далее. Там, где в том же этносе элитой становится профессор Преображенский, в том же этносе. Там, ну, глядишь, Вернадский элита, Павлов элита, Булгаков тот же элита, Капица, Ландау элита. Это немножко другая страна. А когда Залдостанов элита, и вот эти Мунгер вот этот вот, ну, получите то, что получите. Не жалуйтесь потом. А в истории с Залдостановым и вообще, вот, байкеры, ночные волки, это элита или это такой мифологизированный символ все-таки? Это шваль, которую сделали элитой. Это рукотворная вещь. Нет никого в Залдостановом. Мало ли людей с косметичками на мотоциклах, да, мало ли странных людей, да, и мало ли демагогов, и мало ли людей, как с иконой, ходящих с портретом Сталина. У нашего государя разные люди есть. Кого он выбирает в элиту, наш государь? Вот этого понятно, этот сигнал понятен. Тогда миллионы наследников профессора Преображенского говорят, извините, снимаются и, взявши под мушку дочи мартышку, как сказано у Маршака, да, куда-нибудь, где нету Путина с Залдостановым, да, и нету Рогозина, и нету Георгия Ленточки, повязанной уже у нас на Чебурашку у нас внизу, внизу спустись, там бюро пропусков наше. Там Чебурашка с ленточкой? Чебурашка с Георгиевской ленточкой. Вот пойди, посмотри, постой в вахте памяти, да, до какого идиотизма можно дойти. Конечно, это персональный идиотизм этой тетушки в окошке, но это симптоматичный идиотизм. Так вот, собственно, я вам хотелось, собиралась привести некоторые свидетельства местных газет Липецких. Там, значит, сначала коммунисты говорили, что мы, если что, готовы этот бюст охранять, если начнутся вокруг него какая-нибудь возня. А потом выяснилось, что люди, которые проходят мимо, они там вот селфи с ним делают, фотографируются. У нашего государя очень много разных людей, в том числе тех, которые будут делать селфи с чем угодно, свастику повесить, со свастикой сделать забавно. На дне рождения нашей с тобой радиостанции милые девушки фотографируются с луговым. Ну, им по приколу. Это на дне рождения эхо Москвы. Они, да? Поэтому разные есть люди. Опро же в том, что мы берем для себя за норму, для себя, даже находясь в меньшинстве, опро же в том, становится ли общее сумасшествие твоим персональным сумасшествием. Вот тут, если есть мозги, тогда ты говоришь, эй, извините, то, что у вас большинство, лишь сигнал для меня быть осторожнее. Да? Но ни в коем случае не присоединяться к этому большинству, потому что присоединение к большинству смертельно опасно. И вся история человечества это подтверждает. Все катастрофы происходили по отмашке большинства. Все. Ты не назовешь ни одной исторической катастрофы, где все не были бы за, кроме группы маргиналов. А маргиналов, я тебе от Сократа, да, от Сократа через Данте и Герцена до Академика Сахарова. Все сплошь маргиналы. Дидро, Руссо, все бежали. Да, все, да, все... Невозможно, чтобы большинство было поклонниками Преображенского, к сожалению, видимо. Когда живите, как живете. Сразу пошли вопросы о Дне Победы, Победы и празднований, и тех скандалов, которые сопровождают в этом году эту дату. Давай вот сразу. Да, про Сталина и День Победы. Просто Сталин и Победа. Цитату. Цитата от человека, который заслужил наше внимание. В первые дни войны во главе государства оказался трусливый деспот. Не признававший ни родства, ни дружбы, он обратился к народу с мольбой о помощи, когда почувствовал, что опасность грозит его шкуре. Летом и осенью 41-го Сталина спас идеализм русской нации, инстинктом постигший, что ей грозит позор и разор. Солдаты 41-го года, спасая родину, спасли Сталина. И он отомстил им за это спасение, объявив предателями тех, кто был предан и отдан в пленение, кто не пустил последнюю пулю в висок, кто скитался по лесам и топям Белоруссии и уходил в партизаны. Он, не решившийся пустить в себя пулю в дни своего позора и унижения, погнал в лагеря и долго расправлялся с теми, кто уцелел, спасая его. Что это? Это Давид Самойлов из воспоминаний. Давид Самойлов, ушедший добровольцем, воевавший, раненый. Заслуживший по итогам своей биографии право на наше внимание. Имя Давида Самойлова отсылает нас к тому великому поколению, от которых в живых осталось трое ста из ушедших на фронт. Мне выпало горе родиться в 20-м, в 20-м году и столетий, проклятым писал Самойлов. Вот он один из этих там трех, четырех из ста. Остальных, по его слову, повыбило железом. И День Победы, вот особенно его юбилей, день окончания войны, правильный повод, чтобы помянуть тех, кто воевал и кто погиб, помянуть желательно поименно. А мы пока именуем числительными. И так, Россия щедрая душа, как говорилось в одной рекламе, да, плюс-минус 7 миллионов. Сколько погибло? Ну, 20 или 27, где-то там. Смотря как считать. Как? Ну, важно. Пионов. Вот там поименный счет. А все это превратилось в такой звон бессмысленный, государственный, номенклатурный звон. К этому шло довольно давно. В этом году превратилось или... Нет, шло довольно давно. Несколько лет уже криком кричали. И я знал ветеранов войны, пожилых людей, переживших войну детьми, которые уезжали, чтобы в этом позоре не находиться. В позоре этого, так сказать, этой национализации, так сказать, бесстыжей национализации этого человеческого праздника. Путин, окончательно выкачив мозги из россиян, сейчас совершил подлейшую вещь. Он смешал вот в слабых головах россиян ту великую победу со своими собственными усилиями интервента. И вот этот вот идиотский плакат в Калуге, где Дебальцева оказалась в списке... Среди Бородино и Курской битвы. Среди Бородино и Курской битвы, в городах воинской русской слова. Это же не просто они проговорились. Это идиотизм, конечно. Но это опять-таки, как и в случае с Чебурашкой из Георгиевской ленты, это симптоматичный идиотизм. Потому что сегодня Георгиевская лента означает не память о Леньке Королеве, про которого никто не вспомнит. И не говоря уже о Ваньке Взводном расстреле. Сегодня Георгиевское лето – это символ сегодняшней милитаристской России. И самое ужасное, что сделал Путин, на мой вкус, в этом смысле, это он сумел смешать это. Смешать, замешать. Собственно, эта биография грязноватая и воровская. А как он умудрился присоседиться к биографии? Он, собственно, есть народ. Вот он, его Россия, которая вторглась, которая интервент, она и есть как бы наследник и символ того народа-победителя. Какое отношение? Эта банда из кооператива «Озеро» имеет к ифрийцам, однокурсникам Самойлова, к Кульчицкому, который написал, не до ордена была бы родина с ежедневными бородином. Они все в орденах, в отличие от Кульчицкого. Все они в орденах. Какое-то имеет одно к другому отношение. А вот мы ведь видим на улицах с вами невозможное невероятное количество людей, у которых там либо на сумке, либо на ленте. Они осознанно к чему приобщаются? Ведь они когда... Это кто как? Нет, дальше индивидуально. Кто-то повесил, все повесили, он повесил. Ему в универсаме выдают. Совершаешь покупку, дают ленточку. Их 10 миллионов метров выпущено к празднику Георгиевской ленты. Был госзаказ. Стоимость госзаказа 25 миллионов рублей. Ну, я сегодня видела, как их в электричке продают по 100 рублей. И... Отлично! Отлично, ну что же не поворовать-то? Почему бы не распилить и это тоже? Но это что успели сделать? А теперь о том, чего не успело государство. Значит, успело 25 миллионов рублей потратить на Георгиевскую ленточку. Не успело. До чего не дошли руки? Например, не дошли руки до оформления ветеранских документов Анне Андреевне Соколовой, 90-летней из Владивостока. Она в 16 лет ушла в партизанский отряд, провоевала всю войну. Немецкий осколок в спине есть, а бумаги так и нет. Так российское государство не нашло в себе концентрации внимания и сил, чтобы сделать Анне Андреевне Соколовой из Владивостока бумажку, чтобы ей какие-то денежки дали. Не дошли руки. У нас тут денег жалко, у нас тополями надо пробренчать на радость пиплу, по брусчатке. И этот танк починить. Сколько танк стоит, который застрял тут у нас? 8 миллиардов. На это деньги у нас есть. И еще пол столько, чтобы его потом починить. Конечно, в ближайшей прямой линии Владимир Владимирович пообещает, потому что к столетию Анны Андреевны мы ей рублей 18 подкинем к пенсии. Обязательно. Ну что вы. И рейтинг повысится. Не у Анны Андреевны, а у Путина. Потому что мы все едим. Если брать конкретно этот год, Илья вас спрашивает, чем этот день победы будет отличаться? Ну вот про те тенденции, которые там... Ну это пик пошлости. Этот год, это все нарастало. Достигло абсолютного пика в связи с тем, что это не просто годовщина, а юбилей. Да, это достигло пика. И в смысле пошлости, и в смысле этих госзаказов. Из Алдостанова еще не было год назад. Украинская история здесь не наложила отпечатку? Наложила, конечно. Я же говорю, это же невроз. Когда хочется свой позор сделать своей славой. И позор интервенции, что парад послевоенный символизировал, что мы не отдадим свою землю. Точка. Мы не отдадим. Мы заплатим любую цену, но мы свои. А что сейчас символизирует парад? А сейчас он... Кто на нас нападает сейчас? С 45-го года. Перечислите, кто на нас нападал. Берлин, 53-й, Будапешт, Прага, 68-й, Афган, 79-й. Да, ну и так далее, так далее. Южная Осетия, 8-й. Это все на нас нападали, надо понимать. Сегодняшний парад, эти-то поля, да? И это все, это танк. И это ленточка георгиевская. Символизирует милитаризм новой России. Очень опасный милитаризм. Опасный и для мира, и, разумеется, для граждан самой России. Потому что справедливо написал Евгений Мартовн Альбац, что ведь пушечным мясом будут не дети Сечина и Якунина. Для них есть места в Газпромбанках. Патрушевых, всех. На них есть места в 20 лет, большие бизнес-места. А пушечным мясом для новых затей, для нового рейтинга, будут вот эти ребятки. Вот эти ребятки, которые, просто которых жалко, потому что они им, в принципе, они не должны ничего понимать. Для этого взрослые есть, чтобы что-то объяснить. Но тех взрослых, которые могли бы им что-то объяснить, их заблаговременно отдавили на периферию, да? И поэтому массы облучаются вот этим первым, вторым каналом, вот этим всем. И они искренне повязывают эту леночку. К ним-то претензий нет. Для них это знак победы. И для них Дебальцева не символ позора, а символ поднимающейся, набирающей обороты России. И некому объяснить ему, что он находится в Германии году в 1938. Вот Евгений как раз вам пишет, но ведь это же народ именно такой, такого лидера он и имеет. Действительно, вот что? Народ разный. Я как попка повторяю одно и то же. Нет никакого народа. 140 миллионов отдельных людей. Мы с тобой начнем спорить, вроде бы единомышленники, очень быстро найдем точки расхождения. 140 миллионов разных людей. Вопрос простой. В какую сторону мы договариваемся все вместе, да, идти? Ну вот... Чего мы... Вот эти 80% рейтинги, они же среди этих 143, почти миллионов, а кто-то берутся. Кого не опроси, всегда большинство инертно, всегда большинство голосует за демагогов. Всегда, везде. Вопрос только в том, что есть какая-то минимальная возможность, мы имеем инстинкт самосохранения, который позволяет в самых разных странах все-таки выбирать людей, которые не поведут нацию прямиком в пропасть. А как у нас с инстинктом самосохранения? Плохо. Очень плохо с инстинктом самосохранения. Если мы после нашего 20 века, уж такой урок, уж кажется, весь мир мы научили, весь мир мы научили, куда не надо ходить, а сами так и не научились. Весь мир, благодаря нам, нашей пролитой крови, избежал очень многих несчастий. Я имею в виду не только фашизм. Я имею в виду сильные левые партии, и так далее, и рывок в сторону коммунизма, и социализма, который был прекращен, когда они посмотрели на наш опыт. Начали делиться, начали реформы проводить. Они научились на нашем печальном примере. Мы сами настаиваем на то, что наш позор был нашей славой. Мы сами настаиваем, что те дети, которые только что сейчас входят в жизнь, что они обязаны пройти снова через нашу кровь. И на баннере младенец с пилоткой, который хочет повторить подвиг отца. Чего мы ему хотим? Чтобы он выковыривал из-под ногтей кровь чужую, как в стихотворении Гудзенко. Чего мы желаем этому младенцу? Может пожелать ему, чтобы он не знал нашего опыта? Я бы пожелал этого.